привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это канал лёша играет и продолжение прохождение челленджа от фераксис фидмерс цивилизейшн но на самом деле это его преждевременное окончание потому что мне просто дальше не интересно записывать ну вот первые все предыдущие серии я буквально за день где-то один день-два или на следующий я записывал мне интересно было а к тому моменту как я вот должен был эту записывать я уже выяснил что тут действительно нету никаких ограничений по ходам вообще просто нету никаких ограничений и спонсоров знает что эта серия где-то где-то через четыре дня выходит после предыдущих потому что я пытался сам для себя найти какой-то интерес в продолжении просто его не нашел потому что тут очевидно что ты победишь и вот проблема в том что то есть челленджи вот эти для шестой цивы по моему прикольная идея но она вся разбивается а то что фераксис просто делают ее уже видите на мат на отъебись просто я не могу это иначе объяснить вот в начале когда мы думаем вот вы там не читали описание я прочитал что 200 ходов вот представьте что если бы этот челлендж реально был на 200 ходов и победы были бы только ты чё у меня кот тоже возмущается на фоне победы были бы только туризмом захватом или религии я у я вот считаю что за 200 ходов это вполне выполнимые победы все вот эти три но для этого нужны четкие описание самого челленджа то есть у вас три вам говорится вы можете победить только тремя победами туристической религиозной и захватом дальше описывается что вы появляетесь на континенте вообще без ресурсов роскоши все континент все ресурсы роскоши и города государства на другом континенте которые находятся слева от вас вот эти описания когда вам не надо сначала несколько часов тратить на то чтобы понять вообще что от вас хотят а потом несколько часов чтобы за челлендж проходить вот это было бы интересно за 2 за 200 ходов на этой карте с такими условиями победить одной из этих трех побед причем мне кажется даже вот я правда не уверен но это должны были сами разработчики протестить я катя не уверен что тут можно захватом победить но мне кажется что религии и туризмом вполне возможно если ты у тебя есть четкий план на это захватом тут сложновато будет именно за 200 ходов потому что все таки соперники тоже выход тут я вот вижу что вот например даже сейчас у меня уже корпуса гусар тяжеловато могут испанию брать ну и дальше дальше поэтому кстати я еще понял почему мне не давали послов при встрече новых гэгэшек но это по моему тоже очевидно баг то есть игре уже сколько лет восемь что ли восемь лет если не больше и очередные баги находим то есть идея в том что ты в союзе с кри а так как союз с кри дает общую видимость то почему-то послы за встречу гэгэшек идут кри они мне то есть я встречаю гэгэшку но игра считает что первым ее встретил почему-то кри хотя это мой юнит его встречает и дает посла ему ну то есть это это разве не баг это очевиднейший баг что я первым встречаю гэгэшку но посол отходит кри тоже но это отдельно так вот по поводу челленджа смысл мне дальше играть еще там вот мне уже там писали люди там 330 ходов победили ну то есть еще там 200 ходов но предложили быстрее это будет 150 ходов играть ради того чтобы его выполнить просто закончить я знаю что я тут уже победил я уже тут победил то очевидно что если нету никаких ограничений по по количеству ходов то это выполняется вообще спокойно не могут метод компьютеры никак обогнать у них даже армии нету практически никакой и вот зачем такое делать то есть это даже такое ощущение я точнее не ощущение я уверен что мои зрители круче челленджи придумают чем вот это вот это такое ощущение что за за полчаса как будто сделано и и это уже не ну а по-моему все челленджи какие-то странные от фираксис просто зачем я первый раз как-то поиграл решил что это какая-то хрень зачем мне это продолжать делать ну подумал может может они это уже по-моему шестой у челлендж на моей памяти может они что-то прикольно и сделают тем более у меня зрители периодически в комментариях пишут нет опять какую-то хрень просто на эпической скорости без всякой сложности без ничего вот этим заниматься ну в общем мои впечатления такие зачем мне тратить время на это прохождение я не знаю и жалею что потратил на начало и может кого-то вдохновил тоже вместе со мною проходить по моему фигня полная лучше бы прохождение против компа записал то хоть интересно хоть как но ваши впечатления опять же в комментариях и ваше отношение ко всему этому может может вы считаете что надо было до конца это сыграть прошу напишите на этом все играйте в умные игры давайте что-нибудь действительно интересное сыграем всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео